Естественные и искусственные препятствия Смертельный враг конницы Продолжаем анализировать визитную карточку императорской кавалерии русской конной атаки в Первую мировую войну Остановившись в предыдущей статье цикла на действиях 27-го Донского казачьего полка УДЕР Рудка Червища 7 августа 1916 год С.М. Визитная карточка императорской кавалерии Русские конной атаки в Первую мировую войну В атаку Описание боя А вот описание этого знаменательного боя применительно к 28-му ДКП РГВИО Ф.2007 О.П.1 Д.61 Ч.2 7 августа 1916 года в 1 час 30 мин Первая бригадовая исполнение приказа по дивизии номер 56 Под командой командира полка полковника Якушота двинулась в направлении на Д Рудка Червища По дороге в штаб 2-й сводной казачьей дивизии были получены ориентировочные данные, причем оказалось, что лес куда направлялась бригада занят противником В пяти часов бригада под артиллерийским огнем противника перешла мост через Р Стоход и сосредоточилась в Д Рудка Червища Обстановка была такова, противник занимал Д Р С.Т. Червищей южен Опушку леса, что южнее этой деревни и сев Западн Д Тоболы Далее его фронт шел по лесу, что западн Г ДВ Червищей Д Рудка Червища прямо на юг до губернской границы Западн Невыс 78,0 и затем крутой поворот не восток сев Д Геленинг Р Стоходу Наша пехота Сводн Корпус в составе 27 пехотн Дивизии 1 Бриг 1 Сибирск Стрелк Дивизии и Бригада 73 пехотн Дивизии Занимала дорогу между ДДСТ Червища Тоболы и Самую Д Тоболы Кирпичный завод и восточную опушку леса, что западнее Д Рудка Червища Худ Чинчилова Занимала Бригада 2 Сводн КАС Дивизии далее на юг до ВЫС 78,0 включительно, а затем на восток вплоть до Р Стохода располагалась на позиции 4-я финляндская Стрелковая дивизия, по запад, берегу Р Стоходы УД Рудка Червища стояла 1-я Оренбургская КАС Ботарея, а восточный Р Стохода, в одном 1, ВЕР Югозап ВЫС 71,7-х стояла два тяжелых батареи Боевым участком от Кирпичного завода, что южнее Д Тоболы до дороги Рудка Червища Худ Чинчилова командовал командир бригады 2-й сводной казачьей дивизии генерал Гуславский, а далее на юг до ВЫС 78,0 включительно и на восток до Р Стохода начальник 4-й финляндской стрелковой дивизии генерал Селевачев Около 7 часов в Д Рудка Червища прибыл начальник 2-й сводной казачьей дивизии генерал Краснов Общего начальника объединяющего действия всех частей расположенных в Червищенском Тет-Депоне не было назначено Общий план действия был выработан начальником 4-й финляндской дивизии генералом Селевачевым и доложен командующему армии по телефону А так как телефон из штаба 4-й дивизии в виду порчи проводов не работал То генерал Селевачев ездил для этой цели за стоход на наблюдательный пункт тяжелого дивизиона По мнению генерала Селевачева, прорыв, о котором оказывалось в приказании командующего армией, был едва осуществим Потому что бывшая на этом фронте спешенная австрийская конница была заменена германской пехотою, успевшая копаться и оплестись проволокой Почему он просил ограничить задачу пока расширением Червищенского Тет-Депона от ВИС-78,0 до ВИС-76,4 Теур Атрина, Зап, Дер, Таболы Командующий армией согласился с этим предложением Возвратясь с наблюдательного пункта генерал Селевачев сообщил нам новую более скромную задачу Здесь и ниже казачья атака Одновременно от генерала Красного было получено уведомление Что командир 4-конного корпуса передал приказание через своего начальника штаба о подчинении нашей бригады 4-сибирского стрелкового полка, ему генералу Краснову По сношению с начальником 4-й финляндской стрелковой дивизии решено было произвести конную атаку после того, как пехота и артиллерия прорвет проволочные заграждения противника Для чего 4-стрелковый полк Тача же по прибытии направлен был вдоль дороги Рудка-Червища-Чинчилова Прибывшие к этому времени пластуны 2-й сводной казачьей дивизии в эту ночь сменившиеся с позиции были взяты в цепь 1-й бригады своей дивизии От 27 полка был наряжен один взвод рабочих для устройства прохода в бывших австрийских проволочных заграждениях и окопах, расположенных в 150 тысячах 200 шагов к юго-западу от южной окраины Дер Рудка-Червища В 4-й сибирский стрелковый полк от 27 полка был выслан офицер для связи, с указаниями следить за развитием наступления пехоты и обо всем подробно доносить О начале атаки командиры стрелковых полков должны были сообщить генералу Краснову по телефону В 15 часов началась артиллерийская подготовка Артиллерия противника отвечала слабо Бригада была в полной готовности к атаке, причем атака должна была вестись по эшелону, волнами, по два сотни в каждом эшелоне и в голове 27 полк В 16-е наши пехота и пластуны перешли в наступление, из штаба 4-й стрелковой дивизии и офицера 27 полка находящегося для связи в 4-х сибирском стрелковом полку К генералу Краснову поступали сведения, что стрелки успешно продвигаются вперед, занята первая линия окопов Захвачены пулеметы, число коих пока не выяснено и далее подползли к проволочным заграждениям и режут проволоку В последующих донесениях уже не упоминалось о пулеметах В 18 часов 50 минут артиллерийский огонь противника тяжелых и легких батарей по наступающим цепям нашей пехоты заметно ослабел Всем находящимся в дер Рудка-червище Было очевидно, что момент атаки назрел В начале 20-ти часа раздастлись крики пехоты, конницу вперед подхваченные ленты большого числа раненых, возвращающихся в дер Рудка-червище Старший адъютант 2-й сводной дивизии по телефону получил подтверждение о том, что со стороны Чинчалова наша пехота кричит «Конница вперед!» Генерал Краснов приказал бригаде быстро выдвинуться в направлении на хутор Чинчалова и развить достигнутый пехот и успех Первым из деревни выскочил разъезд от 27 полка для направления удара бригады За ним разведывательные сотни 1-го Волгского полка, а затем 27 и 28 полков Сотням приходилось дебушировать выход из южной окраины Вер Рудка-червище и узкий проход сделаны в австрийских проволочных заграждениях, расположенных в 150 200 шагах юго-запад этой деревни Не успели еще сотни 27 полка вырваться на свободу Как немецкие аэропланы обнаружили наше намерение и сообщив сигналам на свои батареи сами стали сбрасывать бомбы и обстреливать из пулеметов дебушируемые нами дефили Тяжелая батарея по тому же дефили открыла жестокий огонь В этот момент одним из тяжелых снарядов был убит часовой, раненый знаменщик и караульный начальник, а два других часовых и ассистент тяжело контужены Осколками этого снаряда в 8 местах пробито знамя 28 полка Несмотря на жестокий огонь противника бригада уже через 10 минут шестую эшелонами развернулась для атаки, имея 27 полк слева, а 28 справа от Дор Рудка-червище Чинчалова, в общем направлении на ход Чинчалова Подскакав вплотную к восточной опушке леса, что зап Дер Рудка-червец и первый эшелон 27 полка уперся в труднопроходимые болота Четыре сотни двадцать семь полка, находившиеся в последних вторых эшелонах, приняли влево и пошли в направлении на высоту 78,0 Ванькова Три сотни двадцать восемь полка тоже уперлись в болото, а остальные пошли вправо по дороге на Ур Погоня Сотни двадцать семь полка, направлявшиеся на выс Семьдесят восемь запятая ноль прошли сквозь цепи своей пехоты, которая кричала им, куда вы несетесь, противник еще не выбит из окопов, но встреченные сильным огнем тяжелой и легкой артиллерии противника и пулеметов и видя перед собой немецкие окопы, опутанные проволокой, попятились немного назад Сотни двадцать восемь полка, шедшие по дороге на Ур. Погоня, пройдя пехотные цепи тоже наткнулись на немецкие окопы с проволочными заграждениями и встреченные с жестоким пулеметным огнем противника, вынуждены были податься назад Несколько лошадей, увлеченных стремительной атакой вперед, лишившись всадников, повесли на проволочных заграждениях противника Убедившись в несвоевременности и бесплодности конной атаки и, дабы не произвести своим отходом невыгодного впечатления на свою пехоту, бригаде было приказано спешиться, влившись в цепи пехоты, вести огневой бой, что и было исполнено О результате атаки в девятнадцати час Мы видим, что огонь противника всех видов не смог задержать и сдержать казачьи атаки Донцам даже разворачиваться для атаки пришлось под огнем артиллерии и авиаударом Ее установили лишь неразрушенные искусственные препятствия, в первую очередь проволочные заграждения А 6 августа того же года сотни 16 и 17 данских казачьих полков там же, урутки червище разворачивались под огнем бомб и пулеметов трех германских аэропланов, снизившихся настолько, что видны были пулеметы и лица летчиков Но атака все равно прошла причем по мостам и гатям, в колонне по три, по одному и по два Казаки проскочили в прорывы своих и неприятельских проволочных заграждений, перескочили через окопы и нанесли жестокий удар австрийцам, захватив пленных и пулемет Но также остановились в болотах и лесах перед второй линией неприятельских окопов Ясаул 17-го генерала Бакланова Донского казачьего полка Ф. Коршунов стал кавалером Георгиевского оружия за то, что в бою 6 августа 1916 года УД Рудка Червища, командуя сотней в конном строю, под губительным огнем противника, атаковал неприятельскую пехоту и несмотря на то, что был ранен, продолжал наступать, первым ворвавшись в неприятельский окоп Первая предпосылка эффективной конной атаки – кавалерийско-доступная местность Итак, мы видим, что первой важнейшей предпосылкой результативной конной атаки является местность, не стесняющая маневроспособность кавалерии – чистое поле Отсутствие труднопреодолимых или непреодолимых преград Местность должна быть под силу и лошадям, и всадникам Так, например, атака кизляра гребенцов и дагестанцев, брошенная на германскую пехоту с 5-километрового расстояния в по деревне Непли в августе 1915 год, была рассеяна, а атакующие понесли очень тяжелые потери не потому, что огонь германцев был силен, а потому что слабые истощенные и недостаточно тренированные лошадки не могли проскакать 5 километров по запаханным вязким полям, местами заболоченным, и встали Атака еле двигалась, представляя из себя в последний момент негрозная, а жалкое зрелище германцы спокойно расстреливали казаков, своя же пехота не поддержала казаков, предоставив их самим себе Очевидец наблюдал поле атаки новомергородских улан на деревню Волчицк 24 июня 1916 год Спустя всего несколько часов после атаки Трупы улана и лошадей лежали, главным образом, вдоль двух канав, не широких, но с крутыми отвесными берегами, прокопанных вдоль домов Здесь лошади заминались, случалось, что и закидывались И вот эти приостановившиеся всадники и их лошади были убиты из окон домов германскими пехотинцами Там, где поле было чистым, атака пронеслась почти без потерь Продолжение следует